Он рожден, чтобы противостоять самым суровым испытаниям этого замороженного мира. Развитые рефлексы, хитрые тактики и невероятная предприимчивость помогают не остаться голодным, но даже в бескрайней ледяной пустыне есть те, кто может посягнуть на его жизнь. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой» и герой сегодняшнего выпуска – чемпион по выживанию – песец. Песец или полярная лисица – типичный представитель семейства псовых, обитающий на открытых участках почти на всей территории Арктики. При средней длине тела чуть более полуметра хищник весит около 5 килограмм. Белоснежный мех отражает свет и без того слабо греющего солнца, но взамен это дает превосходную маскировку, и на фоне однородного скупого пейзажа песец становится настоящим невидимкой. От самых холодных зим с температурой в минус 50 градусов зверька спасает многослойная пышная шуба, обеспечивающая самую надежную теплоизоляцию среди всех млекопитающих. Вдобавок короткая морда и закругленная прижатая к голове уши уменьшают потери тепла. Однако главной проблемой здесь становится не холод, а поиск пропитания. Ежедневно маленький хищник преодолевает более 10 километров, чтобы найти хоть что-нибудь съестное. Превосходный слух помогает вести охоту даже на скрытых под толстым слоем снега леммингов. Зимой эти грызуны чувствуют себя в безопасности, однако песцу хватает простых манипуляций с ушами, чтобы выяснить точное положение жертвы. Хотя этого не всегда достаточно, и порой прыжок в неизвестность может быть весьма болезненным, но это вряд ли остановит настойчивого хищника. Найти добычу в замерзших землях порой становится непосильной задачей даже для столь хитрого и находчивого скитальца, поэтому падаль является неотъемлемой частью рациона. Таким образом, создания, не пережившие суровую зиму, помогают перезимовать чуть более везучим и приспособленным. При этом голод – привычный спутник песца, и в особо тяжелые времена организм животного замедляет обмен веществ почти в два раза. Выжить в одиночку непросто, поэтому зверек выбирает себе в компаньоны одного из самых опасных и свирепых наземных хищников, хоть последний об этом и не подозревает. Белому медведю нет дела до преследователя, ведь его целью являются куда более крупные создания. Порой подобное сопровождение длится несколько дней, пока гиганту наконец не улыбнется удача. Его невероятная сила в сочетании с ловкостью и находчивостью позволяет настигнуть бдительную добычу, которая с лихвой утолит самый зверский голод. Сытый медведь отправляется дальше, а остатки пищи для столь скромного хищника предвещают настоящий пир. Короткое лето облачает песца в более легкое бурое одеяние, которое по-прежнему маскирует его на фоне оттаивших камней и скудной растительности. Без снежного одеяла лемминги более уязвимы, но в это время года у хищника меняются планы, и объектами пристального внимания становятся прибывшие гуси. Канадская казарка не уступает в весе хищнику, поэтому прямое столкновение может быть слишком опасным. Однако основная задача песца – посеять панику, чтобы стащить питательное яйцо. С размахом крыльев свыше полутора метров местные гуси могут отпугнуть многих незваных гостей, но песец словно испытывает их терпение. Стоит лишь птицам покинуть гнездо, как кладка в нем моментально уменьшается. Фокус с исчезновением проделывается много раз, но даже насытившись хищник не останавливается, и добытые трофеи надежно прячутся под землю. Более скромные в размерах птицы приспособились гнездиться на отвесных скалах, что спасает гнезда от большинства чужаков. Но предприимчивый песец готов примерить роль скалолаза, чтобы добраться до, казалось бы, недосягаемой цели. В этот период охотникам нужно добывать невероятно много пищи, ведь порой потомство может насчитывать более десяти щенков. По плодовитости песцы занимают лидирующую строчку среди всех хищников, поэтому родителям приходится охотиться круглые сутки и проворачивать самые отчаянные авантюры. Даже вылупившиеся птенцы становятся легкой добычей, хотя попытка унести сразу весь выводок – слишком жадный маневр, который ожидаемо оборачивается провалом. Приходится довольствоваться лишь одним птенцом, который вряд ли утолит голод стремительно подрастающих щенков. Песцы отлично знают, когда обитающие на утесах Кайры отправляются в первый полет. Тренировочные вылеты сопряжены с огромным риском, ведь малейший просчет может обернуться болезненным падением. Такую возможность нельзя упускать, поэтому хищники караулят неудачливых пернатых на берегу, и в случае жесткой посадки моментально пускают в ход острые зубы. С момента рождения у щенков есть всего полгода, чтобы перенять охотничьи навыки родителей и научиться самостоятельной жизни в самых суровых условиях. Даже в столь безжизненных местах существует серьезная конкуренция, и такой близкий родственник, как лиса, в некоторых регионах может стать смертельно опасным врагом. Здесь на счету каждая промерзшая кость, поэтому превосходящий в размерах охотник без лишних раздумий бросается на врага. Драться не имеет смысла, и песец пускает в ход всю свою прыткость, чтобы избежать печальной участи. У лисицы есть все шансы догнать конкурента, но за счет меньших размеров зверек показывает чудеса маневренности. Внезапно меняя направление, песец за доли секунды заметно увеличивает отрыв. Лиса не собирается сдаваться, однако постоянные повороты изматывают преследователя, и в этой гонке на выживание песцу удается покинуть опасную зону. Тем не менее, голод становится куда более опасным противником, и в среднем лишь один из пяти детенышей переживает свою первую зиму. Разумеется, животные страдают и от охотников за ценным мехом, но высокая плодовитость и труднодоступные места обитания позволяют этим морозоустойчивым странникам пережить все невзгоды. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!